Громкая история про дайвера Алехандра Рамоса принимает новый оборот. Редкое заболевание жителя Перу вот-вот приведет к рекорду объемов его тела. Почему после неудачного погружения руки и грудь Алехандра стремительно стали увеличиться в размерах? И как ему с этим живется, расскажет Иван Литомин. Я все раздувался и раздувался. Он набрал 30 лишним килограммов и каждое слово дается ему с большим трудом. Перуанский дайвер со стажем Алехандра Рамос жертва декомпрессионного заболевания. Погружение за ракушками на глубину закончилось для него плачевно. Водолазный шланг перерезало проходящее мимо грузовое судно. Я знал, что должен быстро всплыть. Я не мог больше оставаться на глубине и отпустил свой свинцовый ремень. Меня вытолкнуло наверх, как пулю. Я начал терять все свои чувства. И когда я открыл глаза, все было размыто. Из-за перепада давления в организме Алехандра остались пузырьки азота. В обычном случае декомпрессионное заболевание лечится в барокамере. Но стандартные методы не помогли дайверу. Как результат, огромные руки по 75 сантиметров в обхвате и грудь размером в 135 сантиметров. При этом Алехандра до сих пор мечтает вылечиться и вернуться на глубину. Я хочу вернуться, если это возможно, чтобы нырнуть. Я скучаю по подводному поиску. Помимо моей работы, мне нравилось погружаться на глубину. Это было мое хобби. Я не боялся. Возможно, именно поэтому я был лишен глубины. Для меня это было как приключение. Но море нужно уважать. Моментально воздух из баллона выйти не сможет. Сейчас наглядно вам покажу. Поэтому мы имитируем обрыв шланга. Если даже такое произойдет, то у дайвера есть порядка 10 минут. Историю Алехандра Рамоса как пример тотального нарушения техники безопасности сегодня разбирают профессионалы. Но как же грузовое судно вообще могло зацепить шланг перуанца? Ведь при погружении на большую глубину обязательно выставляется так называемый сигнальный буй. И это международные правила, которые обязаны соблюдать даже самые непрофессиональные дайверы-любители. Об этом говорят с самых первых уроков и напоминают в процессе всего обучения. Там выставляется поверхностный буй. Соответственно, все капитаны судов знают, что приближаться ближе 35 метров к этому поверхностному бою запрещено. Потому что там ведут технические работы. Но то ли Алехандра об этом не знал, то ли не хотел, чтобы кто-то знал о его погружении. Только капитан грузового судна нарушил правила. В надежде вернуть своему телу нормальный вид, Рамос накануне отправился в военно-морской госпиталь в Лиме. Лучшие специалисты Перу будут снова искать способы, как сдуть дайвера. Иван Литомин, Виталий Кайданович и Вадим Самсонов. Вести. Дежурная часть.